Эта авария с участием автобуса и двух легковушек произошла на курортном проспекте 10 февраля. Тогда, к счастью, никто не погиб. ДТП случилось по вине водителя автобуса. Он выехал на полосу встречного движения. Ослепил свет встречного автомобиля, объяснил водитель. Работаю уже 5-6 месяцев. У меня ни одного ДТП не было. Виновника аварии руководители транспортных предприятий Сочи пригласили на специальное совещание в администрацию города. Директор Сочи автотранса, автобус именно этой компании попал в ДТП, подчеркнул, водитель уже наказан. Наказан на предприятии, наказаны люди виновные. Объявлен выговор водителю, объявлены замечания в службе безопасности. В администрации настаивают, наказание слишком мягкое. Водитель-виновник ДТП должен быть отстранен от работы. Не просто на время расследования. Ведь дело касается безопасности пассажиров, сочинцев и гостей курорта. То количество транспорта и то количество рейсов, которые совершают транспортные компании, подразумевает некую степень, скажем, увеличенной риска совершения ДТП. Сразу хочу отметить, что, конечно, предотвратить, наверное, все ДТП мы с вами не в силах, но в то же время предотвратить ДТП, которое происходит по вине сотрудников предприятий, соответственно, водителей, я думаю, это наша святая обязанность. В администрации предложили в составе черный список водителей, которые из-за подобного рода нарушения уже никогда не смогут сесть за руль городских автобусов. Ведь статистика неутешительна. С начала года в Сочи произошло 18 ДТП с участием автобусов и маршрутов. Восемь из них по вине водителей. Пострадали два человека. И несоблюдение ПДД, выезд на встречную полосу, нарушение скоростного режима – это только один из вопросов к сочинским водителям. Транспортные средства не на базе хранятся, а хранятся дома. То есть что происходит? Человек выходит из дома, садится в свою машину, своей рукой заполняет путевой лист, где уже стоит отметка медика-механика, и поехал на маршрут следования. За такие грубые нарушения спуску никому не будет. За фальсификацию документов водителям может грозить уголовная ответственность. А в этом случае отвечать за своих сотрудников придется и руководителям транспортных предприятий. Их обязали провести чистку в рядах водителей. На линию должны выходить только профессионалы. Отдельную проверку проведут и полицейские. В ближайшее время в Сочи пройдет операция автобус.